Если вы живете от 7 до 10 раз в месяц сексуальной жизнью, или же некоторые исследования говорят, что даже 21 раз в месяц, то это снижает риск развития рака простаты на 30-40%. Поэтому это приятный способ для того, чтобы улучшить свою жизнь, качество жизни и в том числе снизить проблемы, которые связаны с раком простаты. Следующий момент, на что влияет отсутствие сексуальной активности, это пристательная железа. Так как когда мужчина живет регулярно половой жизнью, и происходит опорожнение пристательной железы, таким образом уменьшается отек пристательной железы. Как бы это не является стопроцентным фактором, так как есть еще и заболевания возрастные, которые влияют на увеличение пристательной железы. Но все же регулярная половая жизнь по статистике снижает риски роста пристательной железы, например, на фоне аденома пристательной железы, которая является возрастным заболеванием. Следующий фактор, на что влияет регулярная половая жизнь, это на выработку гормонов. так как вы должны понимать, самая большая выработка или выброс тестостерона, гормона, который является модератором или драйвером нашего сексуального настроения или же мотиватором наших побед и так далее, называется гормон королей, именно сексуальная активность. Поэтому, когда вы занимаетесь сексом, происходит максимальная выработка. Поэтому, современное обследование, современная диагностика многих проблем решает или улучшает вашу сексуальную жизнь. И в то же время, вы должны помнить, есть исследования, которые говорят, что если у мужчины начались проблемы в сексуальном плане, то через какое-то время, от 3 до 5 лет, он может столкнуться с проблемами, например, с кардиологическими вопросами. Поэтому берегите себя, любите друг друга, регулярной вам и безопасной сексуальной жизни.